МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое спасибо, огромное спасибо, что нашли время сегодня пообщаться с журналистами. Сегодня мы подводим итоги выборов в Европейский парламент, которые проходили в странах Европейского Союза с 22 по 25 мая. Также мы будем говорить об отношениях России и Европейского Союза в контексте кризиса на Украине. И не теряя времени, я хочу передать слово вам, Владимир Алексеевич. Ну, давайте начнем, наверное, с итогов выборов Европейский парламент. Насколько такие итоги были для вас ожидаемы? Ведь в основном треть мест в Европарламенте теперь будет принадлежать партиям евроскептиков и радикальным популистским партиям Европы. Пожалуйста, Вадим Алексеевич. Спасибо. Ну, я думаю, не треть, а поменьше, конечно, скорее четверть. Но в целом итоги выборов и для меня лично, и для моих коллег, да в общем и для большинства наблюдателей, были достаточно предсказуемы. Как говорится, к тому все дело шло. Было ясно, что две ведущие партии, а именно правоцентрическая Европейская Народная Партия и прогрессивная партия социалистов и демократов, они сохранят свои позиции, но ни одна из них не наберет абсолютного большинства. Так и получилось. Народники, как мы их называем, они с небольшим преимуществом пришли. 213 мест получили против 190 у социал-демократов. Ну, была определенная интрига в отношении того, каким будет этот зазор. В какие-то моменты в ходе предвыборной кампании он сокращался вообще до трех мест. Ну, в итоге получилось больше, 23. Что касается евроскептиков, так называемых, то это довольно разношерстная кампания. Они действительно получили существенно больше, чем в прошлые разы. Ну, в общем, это было предсказуемо. Можно много рассуждать о причинах. Они, наверное, в каждой стране имели свою специфику. Поэтому, например, во Франции на первом месте правая партия, национальный фронт, Марин Лепен, настроенный евроскептически. А в Греции, допустим, левая партия евроскептиков, это блок Сириза, который вышел на первое место. Поэтому их, как говорится, одной краской, наверное, смысла не имеет. Собственно, представители мейнстрима политического чем себя и успокаивают? Тем, что евроскептикам будет труднее всего договориться между собой. Ведь что нужно в Европарламенте, чтобы получить статус фракции? А статус фракции сразу дает места в руководстве комитетов, определенные, так сказать, возможности, в том числе и материальные, то есть соответствующие доли из бюджета Европарламента. Для этого надо иметь 25 депутатов, но это для них не проблема. В целом, в ряде стран они получат такое количество мест. Но эти 25 депутатов должны представлять 7 стран. Вот объединить 7 евроскептических, так сказать, фракций, евроскептических групп по странам-членам, это будет задача сложнее. А теперь, чтобы в этой ситуации в качестве главного достижения выборов преподносится нечто, способное вызвать у кого-то улыбку, у кого-то, может быть, удивление. В качестве главного положительного результата выборов определено то, что явка на сей раз оказалась чуть-чуть больше, чем на предыдущих выборах 2009 года. Спрашивается, на сколько? На 0,09%. И составила она таким образом 43,09%. Некоторые оптимисты евроинтеграции поспешили трактовать это как слом тенденции. Потому что на всех европарламентских выборах, начиная с 1979 года, когда они впервые прямым голосованием Европарламент избирался, процент явки неуклонно шел вниз. И вот как бы остановился и чуть-чуть на 0,09% повернулся вспять. Но рискну предположить, что вот эта вот явка была достигнута как раз главным образом, благодаря тем самым евроскептикам. Поэтому, насколько здесь могут представители политического мейнстрима Евросоюза радоваться, это вопрос спорный. Владимир Васильевич, а вот как расклад политических сил в новом европарламенте скажется на отношениях России и Европейского Союза? Здесь какие-то ожидания есть, что что-то изменится? Я честно вам скажу, что Европарламент никогда не был для нас простым партнером. Там довольно разная публика была, особенно после расширения Евросоюза в 2004 году, когда 10 стран присоединились, наиболее громко звучали, увы, голоса не тех, кто больше всего симпатизирует нашей стране, а скорее из противоположного лагеря. Но, тем не менее, работать нам приходилось, и мы это делали, с теми евродепутатами, которых избрали избиратели в странах Евросоюза. То же самое будет и сейчас. Я сразу хочу опровергнуть такую версию, которая получила хождение в последние недели, особенно перед евровыборами, в некоторых средствах массовой информации, что в новом Европарламенте Россия будет опираться на крайне правые партии, которые симпатизируют Россию и симпатизируют ее политики. Я не буду комментировать вот эти симпатии или антипатии, я только скажу, что Россия, так же как и раньше, так и сейчас, готова взаимодействовать со всеми политическими силами, представленными в Европарламенте. Те фракции, те индивидуальные депутаты, которые заинтересованы в развитии стратегического партнерства между Евросоюзом и Россией, всегда найдут в нашем лице конструктивных собеседников. Спасибо. А вот обычно в эти дни, в начале июня, проходил саммит России и Европейский Союз. В этом году саммит был отменен по инициативе Европейского Союза в середине марта месяца. Но, естественно, Ваше взаимодействие с партнерами по Европейскому Союзу сохранилось. Вот скажите, пожалуйста, как санкции, которые ввел Европейский Союз против России, отмена саммита, вот сказываются на нынешнем сотрудничестве России и Европейского Союза? Как идет работа по ключевым направлениям сотрудничества? Вы правы. Очередной 33-й саммит должен был состояться действительно 3 июня, могу рассказать вам эту дату, в Сочи, в стык с саммитом в восьмерке, который тоже не будет. Правда, в этом году мы провели саммит, я напомню, в конце января, но это был саммит, как говорится, засчитанный за прошлый год. Санкции, вы знаете, все-таки я предпочитаю пользоваться строгой терминологией. Санкции – это то, что вводится от безопасности ООН. Все остальное – это односторонние ограничительные меры спорной легитимности, в лучшем случае. Конечно, отмена саммита, так же, как и ряда других мероприятий, предусмотренных нашим действующим соглашением о партнерстве и сотрудничестве, не помогла делу продвижения нашего стратегического партнерства, это очевидно. Пострадала не Россия, а пострадало наше взаимодействие, в том числе в тех сферах, где налицо обоюдная заинтересованность. Не могу сказать, что так уж это радикально изменило ситуацию, потому что некоторые из замороженных сейчас направлений сотрудничества, они, честно говоря, буксовали и до этого. Ну, я возьму несколько примеров. Допустим, наш безвизовый диалог, он, в общем, топтался на месте достаточно долго, до всех этих украинских дел и до всех всплесков эмоций по этому поводу. Непростые наши взаимоотношения были и до этого по тематике Всемирной торговой организации. Напомню, что и политический диалог не всегда по всем направлениям позитивно развивался, в частности, в вопросах кризисного регулирования тоже мы не сумели добиться того продвижения, на которое рассчитали. Но, тем не менее, в целом, конечно, все это не означает, что Европейский Союз перестал быть для нас стратегическим партнером, или что мы, вот так, как некоторые ваши коллеги, легко так пишут о развороте, топ писали о развороте Соединенных Штатов к Азиатско-Тихоокеанскому региону, теперь пишут о развороте России, в общем, все куда-то развернулись. Но, на самом деле, ситуация мировая, она сложнее, чем вот такие упрощенные схемы. И Европейский Союз, конечно, остается для нас ключевым торгово-экономическим партнером, он остается для нас важным внешнеполитическим партнером, да, непростым. И, очевидно, для преодоления вот этого нынешнего кризисного состояния, прямо скажу, потребуется время и дополнительные усилия. Не мы этот кризис создали, он от начала до конца делал рук наших доблестных партнеров, которые, очевидно, имели ошибочное представление как о ситуации в том районе, который они называют зоной нашего общего соседства, и конкретно на Украине, так и в мотивах и степени решительности российской позиции. Спасибо. И прежде чем передать слово журналистам, еще один короткий вопрос. 25 мая на Украине прошли президентские выборы. Вот скажите, пожалуйста, как ваши коллеги в Европейском Союзе оценивают результаты выборов в победу Порошенко? Что они говорят о проведенных на Украине выборах? Ну, если вы хотите знать их официальную реакцию... И официальную, и неофициальную, если возможно. Официальная реакция старательно выдержана в тех же формулировках, в каких был выдержан итоговое заявление международной миссии наблюдения за выборами, которая велась под эгидой БДИПЧО-БСЕ, но с участием Европарламента и ПАСЕ, и даже парламентской ассамблеи НАТО. Там говорится о соответствии в целом украинских выборов международным обязательствам. Largely по-английски. То есть это, конечно, достаточно сдержанная оценка. Тем не менее, политическая реакция руководства Евросоюза на выборы, я бы назвал ее не столько восторженной, а сколько реакцией определенного облегчения, с выражением надежды на стабилизацию обстановки. Тем не менее, наряду с позитивными импульсами, которые прозвучали из уст руководства Евросоюза в адрес практически вновь избранного, хотя еще не объявленного, новым президентом Украины господин Порошенко. Там есть правильные вещи, напоминание о необходимости конституционной реформы, важность диалога с Россией. Но, странное дело, нет ни малейшего упоминания о необходимости прекращения насилия, конкретно прекращения антитеррористической операции. Что, видимо, вполне соответствует нынешней позиции самого Киева. Теперь, если говорить о реакции неофициальной, то я думаю, что она более пестрая. Кому-то эти выборы покажутся финалом той бурной истории, которая была связана сначала с Майданом, потом с событиями на юго-востоке Украины. Другие, наверное, более вдумчивые аналитики понимают, что это не конец истории. Личность Порошенко тоже вряд ли однозначную реакцию вызывает в тех или иных политических кругах. Так что посмотрим. Сегодня вечером здесь, в Брюсселе, состоится неформальный саммит Евросоюза. Встреча глав государства и правительств. Она созвана председателем Евросовета Ван Рампеем, достаточно уже давно объявлена, для подведения итогов, естественно, выборов в Европарламент и определения дальнейшей линии поведения в кадровых сюжетах. В первую очередь в отношении того, кому же быть председателем Еврокомиссии. Но здесь было объявлено уже и то, что ситуация на Украине также будет предметом рассмотрения в ходе сегодняшнего саммита. Он состоится вечером. Но некоторые лидеры, вот я сейчас ехал в студию, видел уже кортежи, они стали собираться в Брюсселе. Так что посмотрим, до чего они договорятся. Спасибо. Итак, коллеги, как обещала, переходим к вашим вопросам. Пожалуйста, руки поднимайте. Так что, вопросов нет? Мне продолжат задавать. Пожалуйста, второй ряд. Так, спасибо. Я предпочитаю, чтобы журналисты сначала, я, сколько эксперт. Фасих Вадархан, Институт Востоковедения. Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что есть представление о том, что Россия будет сотрудничать с правами в Европарламенте. Однако Россия готова сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы к этому. Вам не кажется ли, что в ценностном отношении легче России действительно сотрудничать с правами, во сколько они заявляют о сохранении ценностей, вековых ценностей европейского модерна, что совпадает с позицией России в идеологическом плане? Левые силы, скажем, условно, в Европе будут сотрудничать с Россией и на каких направлениях? Спасибо. Ну, наверное, это вопрос самим этим силам надо задавать в первую очередь. Что касается моей точки зрения, я скажу, что действительно представители ряда партий консервативного толка, тех, кого мы называем правами, хотя я говорю, что в современной политике, в современном политическом спектре, деление на правых и левых достаточно условно. Если взять британских евроскептиков, это ЮКИП, партия независимости Соединенного Королевства во главе с Найджелом Фараджем, то, наверное, при всем его евроскептицизме называть его крайне правым достаточно сложно. Так вот, есть общий момент у этих партий, помимо недовольства евробюрократии брюссельской, помимо вполне оправданного недовольства мерами жесткой экономии, которые привели к затягиванию поясов и снижению жизненного уровня значительного числа европейцев, есть и перекликающиеся действительно с российской позиции взгляды в отношении традиционных ценностей, в отношении неприятия размывания института семьи, допустим, с этими законами, принятыми во Франции, в целом ряде других стран, детская эвтаназия, вот здесь в Бельгии, например, закон недавний и так далее. Да, это правда. Но могу сказать, что немалая часть левых сил также выступает, в общем, со схожих позиций. В числе тех депутатов, которые переизбраны, например, в Европарламент и войдут, очевидно, в состав левых фракций, есть люди, например, представляющие национальные меньшинства, в том числе русскоязычные меньшинства в странах Прибалтики. Я уже упомянул греческую партию, ну, там, блок, скорее, Сириза. У них во многом тоже схожие позиции. Спасибо, коллеги. Следующий вопрос, пожалуйста. Так, ну, пока коллеги думают, задам вопрос я. Вчера прошла трехсторонняя встреча в Берлине между Россией, Европейским Союзом и Украиной по газу. Эта встреча должна была урегулировать газовый кризис. Россия пошла на определенные уступки и готова не вводить с 1 июня необходимость предоплаты за российский газ для Украины, если Украина хоть частично погасит долг. Я сегодня посмотрела украинскую прессу. Они оценивают данные договоренности как нерезультативными. И в ближайшее время, насколько я знаю, Европейская комиссия должна представить план по сокращению энергозависимости Европы из-за возможных проблем с транзитом российского газа через Украину. Во-первых, хотелось бы, чтобы Вы прокомментировали итоги вчерашней встречи в Берлине. В общем-то, насколько решительно европейцы настроены урегулировать проблемы газового украинского долга. И вот прокомментировали план Европейской комиссии по снижению зависимости от поставок российского газа. Что известно о нем? Пожалуйста. Я, к сожалению, вчера не был в Берлине, поэтому могу судить только по тем материалам, которые стали мне доступны за эти сутки. Вы знаете, многие обратили внимание сегодня на различные интерпретации итогов со стороны российской делегации во главе с министром энергетики Александром Новаком и украинской стороны. Я думаю, это не случайно, потому что участники этой встречи, они изначально ставили перед собой не одни и те же цели. Российская делегация приехала в Берлин для обсуждения двух актуальных вопросов. Первый вопрос – оплата задолженности. Второй вопрос, скорее обращенный не к Украине, а к Еврокомиссии и господину Эйтингеру и другим его коллегам. Это вопрос о координации международного содействия украинской экономики. Ведь в российской делегации и на первой встрече сейчас там представитель не только энергетического сектора. Проблема является более общей. А господин Продан, очевидно, судя по его заявлениям, приехал совсем с другой целью, а с целью добиться некой, как он считает, справедливой цены на газ. То есть, понимаете, предмет дискуссии, он не совпадал. Значит, что мы имеем в результате? В результате удалось решить вопрос о частичной оплате задолженности за газ. Я могу повторить цифры. Значит, послезавтра, в четверг, должно быть перечислено 2 миллиарда долларов из 3,5. Еще 500 миллионов до 7 июня. Это даст, так сказать, частичное, конечно, решение вопроса и возможность продолжить разговор. Значит, позиция российской стороны, конкретно «Газпрома», как Алексей Борисович Миллер объявил, заключается в том, что когда вот эта сумма будет проплачена, можно будет говорить о дальнейшем, в том числе о возможных скидках за счет экспортных пошлин на газ. То, что на берлинской встрече вчера не было объявлено о некой новой цене на газ, очевидно, господин продан и трактует как отсутствие решения. Но я думаю, что рассчитывать на такое решение было вряд ли оправдано с самого начала, поскольку вопрос о пересмотре условий контракта 2009 года он, как неоднократно подчеркивал российская сторона, не стоит. Теперь, что касается пресловутого тезиса о чрезмерной якобы зависимости Евросоюза от энергопоставок из России. В первую очередь газовых. Хотя я напомню, что по стоимостному выражению объем поставок российской нефти, он в несколько раз превышает поставки российского газа в Евросоюз. Но почему-то по нефти ни у кого никаких эмоций не выплескивается. Да, понятно, что та трубопроводная система, которая была создана в конце 60-х, начале 70-х годов, она все годы работала без сбоев, даже в эпоху холодной войны, когда идеологическое противоборство, как говорится, зашкаливало. Тем не менее, эта система работала надежно. Ну, можно, конечно, смотреть на эту проблему с геополитической точки зрения и исходить из того объективного факта, что когда строились эти трансевропейские газопроводы, транзитных стран было меньше, скажем так, политкорректно. Те проблемы, которые возникали в прошлые годы, конкретно в 2006 и в 2009, я был сам непосредственным свидетелем этих проблем и непосредственным участником их решения, они возникали не из-за сбоев с поставками российского газа, а из-за сбоев в транзите через территорию Украины. Говоря сейчас о необходимости диверсификации источников, ну, в долгосрочном плане я считаю, что диверсификация – это достаточно естественный процесс с учетом роста потребления газа европейской экономикой, европейскими потребителями. из России, вот если судить по статистике «Газпрома», в прошлом и в позапрошлом годах объем поставок газа только увеличивался. Это на фоне всех разговоров о необходимости сокращения зависимости. И вообще, говорить о зависимости, ну, это, я считаю, здесь есть определенный элемент лукавства. Я в двух словах напомню одну историю, как впервые эта тема вообще была вброшена в оборот средств массовой информации. Я даже дату, время и место могу назвать. Это было в октябре 2005 года в городе Лондоне на пресс-конференции по завершении очередного саммита России и Евросоюз. Тогда Великобритания председательствовала в Совете Евросоюза. Саммит прошел достаточно спокойно, на позитивной ноте. И вот на итоговой пресс-конференции британский журналист задает вопрос. Причем не президенту Путину, а премьер-министру Блэйру тогдашнему. Господин премьер-министр, а не вызывает ли у вас беспокойство чрезмерная зависимость от энергопоставок из России? На что Блэйр, я наблюдал просто, я был в этом зале, он пожал плечами и удивленно сказал, а что вы меня-то спрашиваете? Это не при мне все было создано. Это было много лет тому назад и с тех пор никаких проблем не было. Ну, сказал и сказал. Значит, полтора часа спустя я возвращаюсь в гостиницу, включаю телевизор. Все британские телеканалы заполнены одной темой. Чрезмерной зависимости от энергопоставок из России. Как будто по команде. Ну и с тех пор пошло-поехало. Да, я понимаю, что есть страны, которые вообще с российским газом не связаны. Например, я однажды был в Португалии, они там тоже профильные эксперты, энергетики, они жалуются, что мы не хотим зависеть от одного поставщика, нам бы вот у Газпрома газ получать, а то мы только из Алжира получаем. Естественно, есть другие страны, находящиеся в Центральной Восточной Европе, которые в силу исторических обстоятельств, наверное, завязаны полностью на российский газ. Ну, те же страны при Балтике. Причины, я думаю, объяснять не надо. Но им-то проще, потому что на их направлении нет транзитных стран, они напрямую получают газ. Если говорить о том, как бы смотреть на эту проблему более широко в глобальном плане, можно ли заменить российский газ? В обозримой перспективе нет. Те примерно 30% потребления газа, которые поступают в Евросоюз из России, без этого Евросоюз в обозримой, подчеркиваю, перспективе обойтись не сможет. И никакой сжиженный природный газ, который по примерным расчетам может оказаться минимум на треть дороже российского. Никакой сланцевый газ, будь то домашнего производства со всеми экологическими и прочими издержками, либо американский, они российский газ не заменят. Спасибо большое. А вот опубликовалась информация не так давно о том, что европейцы готовы якобы закупать российский газ на российско-украинской границе и платить самостоятельно Украине за транзит. Вот насколько правдива эта информация? Ну, разговоры идут разные. Я не хочу вдаваться в детали коммерческих переговоров, которые могут идти, или идут, или не идут. Много было шума в отношении проекта реверса газа через Словакию, например. Это даже удалось реализовать, но это не решение проблемы, если говорить о потреблении газа той же Украиной. Владимир Алексеевич, вот не могу не спросить. Сегодня ночью прошла информация о том, что Украина собирается выходить из Содружества независимого государства, об этом заявил секретарь СНБО Порубей. При этом на Украине эксперты придерживаются разных оценок относительно этого шага. Кто-то говорит, что это будет катастрофа для украинской экономики, но кто-то, как, например, экс-министр иностранных дел Агрыска, считает, что, наоборот, это шанс для Украины найти новые рынки сбыта своих товаров, в первую очередь, имея в виду, конечно, европейские рынки. А вот насколько европейские рынки ждут украинские товары, ну, если о них вообще сейчас можно говорить, с учетом вот той катастрофической ситуации украинской экономики, да и гражданской войны, которая идет в этой стране? Пожалуйста. Вы знаете, в нынешней обстановке на Украине много кто чего говорит, особенно вот в период непосредственно перед выборами, да и сейчас. Кто-то говорит о необходимости срочно провести референдум о членстве в НАТО, кто-то говорит, так сказать, о необходимости разорвать отношения с Россией. Значит, если говорить об СНГ, то я напомню, что соглашение многостороннее о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ несколько лет назад было подписано. Это была инициатива не кого-нибудь, а Украины. И она первая впереди паровоза подписала и ратифицировала это соглашение, исходя объективно из интересов украинской экономики. Нужны ли украинские товары в Европе? Ну, что производит Украина? Давайте посмотрим. Украина есть продукции тяжелой промышленности. Это в основном продукция металлургии. Какие-то высокотехнологичные производства, конечно, есть на Украине, но они больше по своим спецификациям завязаны на российский рынок, нежели на иной. Ну, взять тот же военно-промышленный комплекс. Металлами можно пытаться торговать, но довольно сложно. И российские экспортеры, работающие на европейском рынке, это подтвердят. То и дело, сталкиваясь то с антидемпинговыми расследованиями, то с какими-то другими. Это не только металлы, это, допустим, продукции химической промышленности, и так далее. Если говорить о сельском хозяйстве, то, извините, в Евросоюзе рынок сельхозпродукции практически заполнен. И у них главная проблема, это что делать с излишками. Поэтому, ну, наверное, какие-то гурманы, любители сала украинского найдутся в тех или иных странах Евросоюза, но, боюсь, они не составят большинства населения. Недавно был примечательный эпизод с сугубо политизированным решением Евросоюза о закупке молдавского вина для того, чтобы поддержать Молдавию, сталкивающуюся с страшным давлением и шантажом со стороны России. Ну, то, что по своему качеству, ведь не зря Россельхознадзор и Роспотребнадзор наши, они пристально следят за качеством продукции, поэтому импорт молдавского вина и был ограничен. Ну вот, рынок вина в Евросоюзе переполнен, и каждый год, вот вдумайтесь в эту цифру, полмиллиарда евро из бюджета Евросоюза тратится для перегонки излишков вина в технический спирт. Ну, очевидно, теперь больше французского вина будут перегонять в технический спирт, а пить будут молдавское. Ну, уж коли Вы заговорили о Молдавии, 27 июня должно пройти подписание соглашения об ассоциации с Грузией и Молдовой. Комиссар по расширению Фюле уже сказал о том, что следом за этими странами соглашение об ассоциации экономическую часть подпишет и Украина. Можно предположить, что в нынешних условиях украинское руководство вряд ли было озабочено тем, чтобы как-то на переговорах решить вопрос с теми положениями соглашения об ассоциации, которые катастрофически плохо влияли на украинскую экономику. Вот зачем, с Вашей точки зрения, европейцам опять спешить с соглашением об ассоциации с Украиной, экономическая часть соглашения, зачем ее подписывать, если уже подписано политическое? И не опасаются ли европейцы таким образом углубления кризиса на Украине? Ну, то, что подписано, так называемая политическая часть, это примерно 2% текста. И, разумеется, вступить в силу соглашение сможет только целиком, а не по частям. Это первое. Второе. 27 июня, это будет плановый саммит Евросоюза, действительно хотят подписать из Грузии, из Молдавии, из Украины оставшуюся часть. Правда, господин Порошенко после завершения выборов пока достаточно уклончиво высказывается на этот счет, но его тут же предупредили соратники, что если он этого не сделает, то его ждет новый Майдан. Посмотрим. Из-за чего все и началось. Вы знаете, парадоксальная ситуация, если посмотреть со стороны, история последних лет и десятилетий знает, ведь есть прецеденты негативного отношения тех или иных стран к перспективе вступления в Евросоюз. Я не говорю о нынешних выборах и триумфе евроскептиков, но и до этого. Норвегии жители дважды в 1972 и 1994 годах с большим разрывом на референдумах отвергали такую перспективу, несмотря на желание тогдашних своих правительств идти по пути евроинтеграции. Недавно в Исландии принято решение заморозить на неопределенное время переговоры о вступлении в Евросоюз. Ну и как Евросоюз на это реагировал? Достаточно спокойно. А вот с Украиной сразу начались всплески эмоций, обвинения во всех смертных грехах России и так далее. Ну и внутри страны все это вылилось в Майдан, пирожки, антиконституционный вооруженный переворот и все последующее. Почему? Потому что здесь, я думаю, во главу угла ставилась не экономика и тем более не интересы украинской экономики, а геополитика. То есть Украина для Евросоюза и уж точно для Соединенных Штатов это такое, я бы сказал, поле геополитических баталий. я не уверен, что моя точка зрения, моя точка зрения в Евросоюзе все поддержат, я говорю свое личное мнение. Спасибо. Встреча в Женеве по Украине, которая была 17 апреля с участием Украины, России, Европейского Союза и Соединенных Штатов, к сожалению, не принесла результата, поскольку украинские власти, ИО-власти выполнять положение коммуникет согласованного не стали. И Европейский Союз и Соединенные Штаты вместо того, чтобы заставить Украину это делать, стали говорить о необходимости второй встречи по Украине, так называемой Женевы-2. Вот с вашей точки зрения, поможет ли Женева-2 для урегулирования украинского кризиса и каким ваши европейские партнеры, ваши коллеги в Брюсселе видят все-таки шаги по урегулированию кризиса на Украине? Ведь люди наверняка видят и знают, что на Украине идет гражданская война, что льется кровь, гибнут мирные населения, гибнут уже журналисты из стран Европейского Союза и эту вакханалию пора бы остановить. Вот что они думают об урегулировании? Я думаю, что в том, что касается вот этого Женевского процесса, то опять-таки его участники подошли и к первой Женевской встрече и к перспективам созыва второй с разными целями. Да и само восприятие ситуации оно различно. наши европейские и американские партнеры они усматривают во всем происходящем некий конфликт между Украиной и Россией. Что в корне неверно. Это внутриукраинский конфликт. И видеть во всем руку Москвы российский след это тупиковый путь, потому что он не объясняет происходящего. идея Женевского процесса была запустить внутри украинский диалог. Да помочь этому. И в этом мы видим роль и свою и Европейского Союза и Соединенных Штатов. Поэтому Женева-2 имела бы смысл действительно, если бы на ней были представлены все стороны этого внутриукраинского конфликта. Нынешние киевские власти, ну по крайней мере до выборов, наотрез от этого отказывались. Отказывались от любого диалога с людьми, представляющими реально население юго-востока страны. Вместо этого проводились так называемые круглые столы, причем каждый раз обещали их провести на востоке, но почему-то они все оказывались либо в Киеве, либо западнее, ну один только был в Харькове, но все равно это были, это можно считать такую форму круглого стола конечно позитивным начинанием, но кто в нем участвовал-то? В нем по сути дела власти говорили сами с собой. То есть от имени восточных областей, восточных регионов выступали назначенные Киевом губернаторы олигархи. Ну можно конечно говорить самим с собой бесконечно ко взаимному удовлетворению, но это не приблизит решение проблемы. А вот европейцы видят итоги референдумов в Луганской и Донецкой областях, их конечно можно не признавать, считать нелегитимными, но можно к ним отнестись как к большому социологическому вопросу, например. И в результате этого вопроса огромное число граждан Украины высказалось за то, что хотят жить и хотят строить свои отношения с центральной властью в Киеве уже на новых условиях. Вот европейцы эти итоги как-то учитывают в сегодняшних своих отношениях с Украиной? Вы знаете, концепция регионализации Украины в общем на сегодняшний день ни у кого отторжение уже не вызывает, хотя поначалу ее тоже в штыки воспринимали. Понятно, что прежняя государственная структура унитарная за 23 года независимости она не сработала. Тем не менее вопрос конституционной реформы он пока что далек от своего завершения. Последнее, что я слышал, что собираются теперь в июле этим заниматься. Хотя по большому счету если бы подходить к этой проблеме разумно, то наверное надо было сначала проводить конституционную реформу, а потом что президента выбирать. Это было бы логично, потому что в результате конституционной реформы определился бы круг полномочий избираемого президента. А теперь как бы заданно наперед получилось. Что касается Востока и конкретно Донецкой и Луганской областей, то и тех референдумов, которые там провели, то их, конечно, Евросоюз априори отказался признавать и делать это не собирается. В общем, от него этого никто и не ждет. Важно, что они подтвердили действительный настрой большинства, подавляющего большинства населения этих регионов. и теперь путь вперед лежит только через политический диалог. А приход к власти в Киеве профашистских, радикальных, неонацийских элементов в Европе видят? Это как-то вызывает беспокойство о Брюсселе? Вы знаете, они на этот счет достаточно спокойны, особенно после воскресных выборов. Сказали, ну, ведь Ярос же получил меньше одного процента, что же тут вам беспокоиться? Сейчас их больше беспокоит, судя по высказываниям, допустим, министра иностранных дел ФРГ Штайнмайера, то, что в Европарламент прошел лидер откровенно неонацистской германской партии. Спасибо, коллеги журналисты. Пожалуйста, пожалуйста. Что касается Украины, то украинская конституция, если внимательно почитайте, что мало кто делает в наше время, иначе стало бы ясно степени легитимности, в том числе состоявшихся в воскресенье выборов. Ну, так вот, в украинской конституции написано, что президент там назначает только двух министров, а именно министров обороны и иностранных дел. Весь остальной силовой блок и плюс премьер и вице-премьера это дело Верховной Рады. Поэтому посмотрим, да, значит, двух министров и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. посмотрим, как господин Порошенко, если его победа, разумеется, будет подтверждена, как он поступит с теми личностями, которые занимают эти посты сегодня. Спасибо, коллеги. Еще вопрос, уложи. Давайте микрофон. Спасибо большое. Значит, вопрос касается Крыма. Украина подняла против России международный суд, вроде, если я точно понял, о возвращении Крыма к Украине. Скажите, пожалуйста, мы хорошо знаем, как эксперты, что последний международный договор, который определил статус Крыма в рамках Российской империи 1891 года, Ясский мирный договор. Как вы ожидаете позицию Европы в случае будет разбираться, если будет суд разбираться по этому вопросу? И второй, сколько еще Европа, прежде всего франко-германская Европа, будет выполнять как бы волю американской внешней политики по украинскому вопросу? Спасибо. Ну, что касается Крыма, то пока что, насколько я понимаю, из Киева звучат только угрозы заняться этой проблемой в судебном порядке. Пока что никаких исков никуда не подавали. может быть, в процессе проработки этого вопроса они поймут беспреспективность такого такой линии. Остается надеяться. Там же все-таки есть тоже юристы, образованные люди. А что касается позиции Европейского Союза, то конечно, ну, у меня такое было ощущение, что развитие событий в Крыму и ЕС и Соединенные Штаты застал врасплох. Что им очень не понравилось, это как бы усугубило их реакцию и они вот заявили о том, что не признают и никогда не признают. Ну, мы, откровенно говоря, и не просили их признавать. Есть в мире ситуации, когда кто-то кого-то не признает даже в Европе. Вот я могу сослаться на один пример. Есть страна-кандидат на вступление в Евросоюз, которая не признает государство, являющееся членом Евросоюза. Я имею в виду в данном случае Турцию и Кипр. А если говорить о международной реакции, ну, вот самый яркий пример. Достаточно недавний, 10-летний недавности, это решение Франции о присоединении острова Майотов из Каморского архипелага, где, вопреки резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой, замечу, с намного большим перевесом, нежели резолюция по Украине недавняя, вопреки позиции международного сообщества, Франция объявила Майотов частью своей территории. Спасибо. Владимир Алексеевич, а все-таки для Европейского Союза что важнее, идти в фарватере американской политики и налагать на Россию санкции, если говорят, США, или европейские бизнес-интересы? Экономические санкции могут быть против России со стороны европейских компаний? Ну, не со стороны европейских компаний, а вот со стороны евроструктур, о которых мы говорим. Вы знаете, я думаю, что, если говорить о коренных интересах Европы, только-только выползающей из тисков финансово-экономического кризиса, то обрубать хорошо налаженные десятилетиями налаженные связи со своим третьим по объему торговли партнером. Россия третий партнер для Евросоюза после Соединенных Штатов и Китая. Ну, это просто нонсенс. Это очень хорошо понимает европейский бизнес. Я неоднократно встречался в последний период с представителями крупных европейских компаний из разных стран ЕС, представляющих разные сектора экономики, энергетику, машиностроение, в том числе автомобилестроение, продовольственные секторы и так далее. И все в один голос говорили. Да, мы понимаем, ситуация непростая, но вы можете быть уверены, мы в Россию пришли надолго и мы из России не уйдем. Я думаю, что наверное тем политикам, которые ради каких-то конъюнктурных бонусов себе пытаются игнорировать эти настроения, им наверное имеет смысл подумать, взглянуть чуть-чуть вперед, что их будет ждать на следующих выборах. А так, кто у кого идет в кельваторе, ну, я думаю, что результаты выборов Европарламент в той же Франции, например, они отражают определенную эволюцию настроений в электорате. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Будем вас отпускать, потому что уже часы с нами общаетесь. Спасибо огромное, что нашли время пообщаться с журналистами. Спасибо за интересный разговор и ждем вас вновь. до свидания. Всего доброго.